Музыка Музыка Всем привет! Как и обещал, сегодня будет более информативный выпуск. Я планирую перекинуть резину, но не факт. Как минимум я сейчас ее заберу. И может быть, если получится сегодня, переобуюсь. Если нет, то уже на неделе, скорее всего. Потому что, может быть, сегодня не получится. Короче, прикол в чем. Вот моя резина. Это Bridgestone, BLR, Sport HP. В общем, 245-75R20. У него диаметр. И, в принципе, я недавно замерял. Здесь осталось до индикатора 2,5 мм. В принципе, 2,5 мм не так критично. Я там смотрел. Получается 1,6 мм. И все, и можно выкидывать резину. Поэтому в сезон, как минимум, она еще должна отходить. И, соответственно, я выложил ее на Авито. Сегодня уже было несколько звонков. Поэтому, в идеале, нужно будет сегодня переобуться, чтобы сегодня приехали уже и купили резину. У нас появился четвертый пассажир. А, бежит, 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 бежит. Там, куда? Не, 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 не туда. Он малюсенький. В баночку хочешь поймать? А что ты с ним будешь делать, играть? Ага. Мне так неудобно. Резину мы затарили. Мишаня, придется потерпеть. Мишаня, что там забаррикадировано? Мишка. Весь в резине. Четыре баллона 20-го диаметра еле поместились. Там все забито. Мишанич, потерпите чуть-чуть. Мам, погнали. Мишка, вылазь. Не придавила тебя колесами? Не придавила. Придавила. Я решил взять Алензо Бриджстон 001 275 4520 Японского производства. Японский производитель. И самое главное, это нужно смотреть год. Год у нас 20-й. 38-я неделя 2020 года. Ну, собственно, протектор. Я не знаю, сколько тут. Миллиметров 10, наверное, да? В общем, у новой резины 10 миллиметров должно быть. 10-8. Еще лет на 10, я думаю, хватит вообще с дыхвой. Старый Бриджстон отходил 8 лет. 130 тысяч километров вообще без проблем. Сейчас нужно загонять на шиномонтаж. Узнать, что у них по времени. Потому что сегодня вообще не дозвонится. Трубку не берут. Судя по прогнозу, дождей вообще не намечается. Снега тем более. Дождей вообще не намечается. Ну, сухо в основном. Самое главное, что снега нет. Поэтому, мне кажется, сейчас автосервисы будут просто переполнены шиномонтажи. Поэтому нужно побыстрее переобуться, чтобы в очередь потом настоять. Собственно, вот он Бриджстон. Здесь всегда меня резин. Вон их воскресенные выходы. А, к сожалению, сегодня не получится переобуться. Поэтому, короче, двигаем домой. И нужно придумать что-нибудь другое. Хотя не критично, но можно и завтра переобуться. Завтра они точно работают. Что, двойная сплошная? Доразочек, ничего страшного. Поэтому сегодня выпуска по шиномонтажу не будет. Будет, наверное, завтра. Или послезавтра. Погода вчера была намного лучше. Вчера хоть солнышко было. Сегодня как-то грустно. Грустноватенько. Грустно, мало, лучше надо. Как думаешь? Пакетик, пожалуйста, с ручками. Пакетик, что-то у тебя нет? Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо за совет. Найдёмся вкусно. Ну, побежим. Да. Посоветовали нам, короче, булочки. Очень вкусные. Сейчас придём, заценим. Насколько верный совет. В общем, 4 колеса у меня вышло 60-63 тысячи рублей. Это офигеть как дорого. Но, учитывая тот факт, то, что резина легко может проходить 10 лет. То есть, вот 130 тысяч километров у меня прошли Бриджстон. Всё-таки оригинальная резина, которая стояла изначально на туре. И, соответственно, я взял тоже Бриджстон. Я очень долго выбирал. Выбирал между Нокиан, Кордиант, Мишлен. Ну, в общем, вот этот топовый сегмент. Но по всем тестам, по всем характеристикам, по всем параметрам самое оптимальное получилось Бриджстон. Самое главное, что это самая изнастойкая резина. У меня, конечно, старая летняя резина ещё может отходить в сезон. Ну, максимум 2, и нужно выбрасывать это точно. В принципе, она и сейчас не особо там управляется, рулится. Особенно на мокрой дороге, потому что протектора там уже практически никакого нет. Вот. И поэтому я мониторил резину где-то последние 2 месяца. Там узнавал, читал, смотрел обзоры, куча тестов. Самые, в общем, для себя, которых я выделил топовые победители, это Бриджстон, Мишлен, Нокиан, кто там ещё? Тойя нормальная резина, Якахама, Континенталь. Ну, в общем, самые такие топчики. Потом я начал сужать этот список, у меня получилось Бриджстон и Нокиан. То есть, всего 2 я выделил. Ну, ещё Тойя, по-моему, тоже нормальная. Но всё-таки я ещё сузил, и получилось Нокиан и Бриджстон самые такие топчики. Потом я начал смотреть по ценам. В итоге я всё-таки остановился именно на Бриджстон, потому что Нокиан, все говорят, что быстро стирается. Не знаю, если у кого из вас Нокиан. Напишите в комментариях, насколько вам хватило этой резины. Самый прикол в том, то, что цены начали очень быстро расти. То есть, смотрите, я вообще выбирал, вот Нокиан я смотрел, 16-350 она стоит. И Бриджстона здесь, который я купил, нет. Но она здесь была и стоила тоже что-то... Ну, вообще 15, по-хорошему, она стоит 15... Вот. 15-950, это старая цена. На этом сайте ещё держится. Это, в принципе, на котором я и заказал. 15-950. А так она подорожала, и баллон стоит... Сейчас вам скажу точно, 16-451. То есть, рублей на 700-600. В общем, везде всё подорожало. Кстати, изначально я хотел взять резину именно на шиномонтажке, на которой сегодня ездили, которая закрыта, потому что они официальная сервисная точка от Бриджстон, и там, в принципе, всё чётко, всё гладко. Вот. Но потом цены у них взлетели, и, соответственно, я по-быстрому нашёл магазин, на котором остались старые цены. Именно вот на шина 34. Вот в этом магазине я взял. Вот. Здесь у нас гарантия. Соответственно, нам нужно будет зайти на сайт Бриджстон, всё это дело там оформить. И они дают, по-моему, год гарантии. Нужно будет подробнее почитать. Собственно, к чему я это говорю? К тому, что если вы решили брать резину, то нужно брать её заранее, потому что цены, они постоянно растут, скачок бакса, все вот эти вот дела, которые происходят в экономике, это сильно влияет на весь товар, и резина, соответственно, тоже скачет. Поэтому, блин, нужно было бы мне, наверное, раньше всё-таки взять, ещё бы я успел на бесплатный шиномонтаж. Вот. Ну, если сейчас посчитать, то, в принципе, у меня так и вышло. То есть, по старой цене я взял резину и шиномонтаж, там, две с чем-то, две с половиной, что ли. Короче, так же выходит, если бы я раньше взял в точке Бриджстон с бесплатным шиномонтажом, который входил в стоимость резины. Поэтому, в принципе, я ничего не потерял и вовремя подсуетился. Точнее, не вовремя подсуетился, но довольно быстро. Так, давайте посмотрим, что за гарантия Бриджстон у нас. Переходим. Сайт регистрации покупки. Та-та-та. Я так понимаю, нужно будет сейчас зарегистрироваться, здесь все данные ввести. Активировать расширенную гарантию. Дата покупки, страна, адрес. Так, ладно, сейчас всё это дело введём и продолжим. В принципе, данные все я уже ввёл. Осталось сейчас сделать скан чека и загрузить его на сайт. Отлично, гарантия активирована. В общем, смотрите повреждения, на которые распространяется эта гарантия. Прокол, порез, вздутие, разрыв, выпадение шков. Ну, если зимняя резина. В принципе, всё, что нужно. Действует она один год. Здесь можно найти авторизованные точки и, соответственно, приехать. Там ещё выдаётся номер талона, который отправляется на почту, приходит смс-кой и, по идее, они всё тоже нормально сделаны. Хотя вот за последние 2-3 года, сколько я ездию, у меня ни разу ничего не случилось с резиной. Всё отлично, всё идеально. И, надеюсь, ничего плохого не случится. Смотрите, зашёл сейчас на автодок, нашёл свою резину. Алензо Бриджтон 0,1 с такой же размерностью R20 от 20 тысяч рублей. Она там стоит. Мы что там с ума посходили? Во всех других магазинах она от 16 начинается. Я даже успел ещё взять за 15 700, 900. От 16, там 17, может быть, потолок. Но 20 тысяч. Откуда вообще такие цифры? В общем, небольшой обзорчик. Смотрите, самое важное, что нужно учитывать, это, конечно, год. То есть шины это 20-й год, 38-я неделя, 20-й год. 20-й год это вообще полностью нулёвая шина. Соответственно, самое важное, нужно обращать внимание именно на износ. Даже не столько год важен, сколько износ. Потому что шина может довольно долго храниться, по-моему, 5 лет, может быть, 7, точно не помню. Но через какое-то время она начинает трескаться, даже если она не эксплуатировалась. И это очень плохой показатель. Дальше мы смотрим 38-я неделя. Дальше самое важное посмотреть сам протектор. И, соответственно, здесь индикаторы износа. Ну, здесь она вообще нулевая. Тут понятно. Здесь, наверное, миллиметров 10. Да, или, может быть, 12. То есть полностью нулевая. Но при покупке баушины это самый важный аспект. Нужно смотреть. Bridgestone. Аленза 001. Соответственно, размер 275-45 R20. Inside. Внутренняя сторона. Та, соответственно, наружная. Предносительно диска. Made in Japan. Made in Japan. короче, премиальная резина не сильно-то и твёрдая. Все говорят, что она в дубовое. Не, нифига. Надеюсь, для кого-то был полезен обзор, потому что на ютубе я особо не нашёл как-то таких обзоров. Там парочка есть. Но это обзоры именно от магазинов. А сами понимаете, в магазинах могут быть очень-то взяты обзоры. У них всё отлично, всё хорошо. Единственный минус у этой резины, наверное, всё-таки жёсткость. она пожёстче. Но для меня самое главное это износостойкость. Соответственно, лет 10 она в лёгкую отходит без проблем. Плюс один год гарантии они дают, то, что бесплатно можно будет там всё поменять, заменить, отремонтировать. Это вообще очень большой плюс. Поведи его туда. Пошёл направо. Направо, направо. Да не туда, туда, чтобы он... Да. Чтоб он в ямку упал. Зачем он в ямку упал?